Приветствую всех на канале ПВЗ Дичь. У нас предпоследнее видео по первому кругу 10 чемпионата, так что совсем скоро уже станут известны команды, вышедшие в полуфинал. Сразу скажу, что сегодня будет возможно самое странное видео по чемпионатам за все время. Почему? Да потому что будет столько необычных ситуаций, что я чуть голову не сломал, пока размышлял, как оценивать то или иное выступление. Через пару минут поймете, о чем я говорю. Ну а перед этим напоминаю про телеграм-канал, про бустик, где идет свой мини-чемпионат, ну и про мерч тоже скажу. Заказать его можно хоть через телеграм-канал, хоть на Wildberries. А теперь освежим в памяти турнирную таблицу. Сейчас есть два очевидных лидера, которые оторвались от остальных команд, а вот дальше просто жуткая борьба между семью командами. Особенно я выделю пять команд с третьего по седьмое место. Все они уместились в промежуток, равный одному баллу. Борьба за выход во второй круг будет между ними невероятно ожесточенная. А вот кому на Руси жить хорошо, так это имитатору Римафана. Этой сборке можно вообще ни о чем не волноваться и просто наблюдать, как другие команды бьются за какую-то там дурацкую победу в чемпионате. Давайте же приступим к делу. Стартуем мы с раунда на оборону тыла и тут же получаем совершенно необычную ситуацию. Крокус телепортирует зомби прямо на цветы, а команда получает поражение. Благо на одном из стримов такая ситуация уже была, там команде засчитали поражение, что я сделаю и здесь. Тем более, что ни ультамат, ни зев все равно бы не отбились. У команды Ауэ, Иоэ, Ауэ, Иоэ есть отличнейший шанс воспользоваться осечкой своего главного конкурента. Тем более, что у этой сборки есть растения, атакующие зомби хоть сзади, хоть спереди, да вообще хоть где. Но не все так радужно и позитивно даже у этой сборки, ведь голубика перезаряжается очень медленно и поэтому у нее хватило сил только лишь на двух зомби. Причем я лично не ожидал, что она успеет убить второго. Ну да ладно, это все равно не важно, тут поражение. Третий стартует команда подвальной отморозки, у которой имеется кактус. Именно он призван оказывать сопротивление мертвякам, атакующим с тыла. Но в отличие от старых версий этого раунда, сейчас колючему растению не удастся просто спрятаться и затем получить очки в зачет только лишь потому, что зомби уйдут за экран. Теперь зомби могут нанести поражение команде, затоптав цветы и растениям не удастся победить таким вот читерским способом. Лишь один зомбой не выдержал уколов, остальные же два прошли дальше и лишили отморозков победы. А вот и тайфунское доминирование. Команда очень специфическая и за счет своей компактности располагается на одну клетку дальше от зомби даже в обратном направлении. Левитатор по привычке атакует самого ближайшего к косилке зомби и можно сказать вообще никак не влияет на его местоположение. Арбузоголовый по-моему с точно такой же скоростью пролетел вперед, как и шагал до этого. А вот дальше зомби столпились у взрыволозы и довели ее до взрыва. При этом так совпало, что в этот момент пролетал мимо старатель, которого вышвырнул левитатор. Его конечно же не взорвало, но было очень эпично. На лужайке остались две картошки, а за лозу я снимаю бал. Левитатор снова атакует и снова один старатель летит вон. Осталось всего два зомби, но вряд ли обоих успеет выкинуть левитатор. Ситуация очень опасная, но в то же время я уже вижу, что тут все может закончиться совершенно необычным образом. Левитатор снова атакует одного мертвяка, но в этот раз выбросить его не удалось. А это значит, что теперь потери еще одного растения не избежать. Старатели отнимают второй бал у этой команды, но что им делать с миной? А ничего, они на ней взрываются и у нас ситуация, при которой ни растений, ни зомби не осталось на лужайке. При этом за мину вроде как бал не снимается. Но не забываем, что если бы растения пропадали в обратном порядке, то стоимость мины перенеслась бы на стоимость других растений, а их съели. То есть команда потеряла бы все три очка, но в то же время по правилу уничтожения всех зомби и неактивации косилки, в нашем случае цветов, полбалла команда все-таки получает. Вот такие логические цепочки пришлось выстраивать, чтобы справедливо оценить эту команду. Зовите меня Альберт Дичштейн. Но если вы думаете, что на этом странные ситуации закончены, то что вы скажете теперь? Боинг-сета по правилам высаживается после появления всех зомби, что приводит к растаптыванию цветов старателями. Но сейчас я не засчитаю сразу же поражение, чтобы вам все разъяснить. Вот сейчас я высажу боинг-сету чуть раньше появления старателей, чтобы они не растоптали цветы, а сам примусь за пояснение. В будущем я изменю их точку спавна таким образом, чтобы они не выталкивались за линию цветов, так что в дальнейшем не будет этой глупой ситуации с боинг-сетой. Но если вы думаете, что сегодня я таким образом подыграл этой команде, то спешу вас огорчить, она так и так не справилась бы с заданием. Пусть вас не смущает вот этот еще один забавный момент. Боинг-сета смогла перебросить растительных зомби через себя и даже через цветы, но все-таки не смогла избежать съедания. Так что старатели теперь могут беспрепятственно повторно нанести поражение этой сборки. Тут, как ни крути, ни одного балла эта команда не заработала. И следом еще одна сборка, которой слишком скучно одерживать простые победы или терпеть простые поражения. Пчелов из тех, кто будет пудрить нам мозги. Хотя, конечно, после выступления тайфунского доминирования нас уже ничем не удивить в этом раунде. В принципе, пчелов действует точно по такому же принципу, только пчеландыш тут еще и пытается сопротивляться. Однако его полосатые насекомые слишком слабы, чтобы отбиться от всей этой растительной банды. Обычного зомбоида они еще могли зажалить до смерти, но они атаковали бронированных, которые им не по зубам, а точнее не по жалу. Пчеландыш даже успел еще раз наслать своих летающих приспешников на зомби, однако это ему не помогло. И зомбоиды пошли в атаку на финик. И вот теперь ситуация очень сильно напоминает нам ситуацию с оставшейся древней миной у команды тайфунское доминирование. Отличие лишь в том, что за мину балл не снимается, а за финик я его отниму. Но тут все нивелируется тем, что мина была последней, так что я уже там все прояснил. Она перенесла свою стоимость на товарищей, а их там съели. Соответственно, что тогда, что сейчас, команды лишились всех трех баллов за счет потери всех растений. Но за счет того, что и зомби уничтожены при этом не нанеся поражение команде, и этой сборке нужно засчитать полбала. Я считаю это совершенно логичным решением. Ох и намучился я с этой обороной тыла сегодня, но хотя бы сейчас будет все попроще. У нас на очереди команда Сила Земли, и вот у нее реально все сразу же понятно. Отбивается от зомби только чертополох, но он слишком слаб, чтобы выдержать такое нашествие зомбарей. Причем он еще и атаковал самого ближнего к косилкам зомби. Такова механика большинства растений. В общем, ничего хорошего у этой команды в данном раунде не получилось. Не будем смотреть, как зомбойды сожрут спартанца со спины. Делать они это будут достаточно долго. Печальным наркоманам и вовсе нечего предложить зомбарям. Меня всегда напрягает тот факт, что орешник не может атаковать в обратную сторону, как большинство других магических растений. Ну а одуванчик и лоза изначально ни на что не претендовали в этом раунде. Для уверенности досмотрим это пиршество зомби и убедимся, что данная сборка тоже не получит ни одного балла в раунде на проверку обороны тыла. А теперь кульминация сегодняшнего карнавала дичи в этом раунде. Поначалу ничего не предвещало никаких странностей. Ну да, метеоритный цветок атакует зомби в любой точке, вот только с меткостью у него небольшие проблемы. Да и в случае с обратно идущими зомби метеориты не лучшее оружие, что и привело к потере цветка. А дальше случилось то, чего никогда не было в тыловом раунде. Один из зомбойдов сожрал грушу и теперь он пошел в сторону косилок. При этом самое обидное то, что шляпка смогла убить двух других зомбойдов, даже несмотря на то, что они вроде как наступили на цветы. Видимо шляпка работает как колючки, которые деактивируют возможность поражения, если цветы под ними. Ну и как с этим быть? Я считаю, что несмотря на ликвидацию угрозы сзади, это все равно стопроцентное поражение, даже несмотря на то, что раунд на проверку обороны от нападения стыла. Ну, просто нелогично будет давать очки команде, которая пропустила зомби в дом. Груша в этом раунде просто заруинила команде все выступления и я уверен, никто не мог предугадать такой исход в этом раунде. Говорю же, сегодня просто парад каких-то странных сражений. Ну и завершать его будет великолепный имитатор Римофана, у которого до сих пор счет девственен, как капля утренней росы. И я сразу же вам скажу, что это сражение тоже закончится каким-то страннейшим образом. Заметьте, я не спойлерю, справится команда или нет. Я лишь говорю, что без странностей мы не обойдемся. Очевидно, кактус убивает одного зомбойда, но тут ему еще и помогает брюква. Вдвоем они могли претендовать на уничтожение и второго растительного зомби, но им чуть-чуть не хватило и вот теперь начинается странное. Арбуза головного схватил Брамбл, убил его и ожидал, что второй зомбойд пойдет в колючее объятие следом. Но он продолжал стоять и жрать куст, а сам Брамбл никак не реагировал. Я не знаю, с чем это связано, однако я переигрывал этот раунд и оказалось, это не случайная дичь, это постоянная проблема Брамбла. В общем, даже в такой ситуации эта команда умудрилась проиграть. Ну что ж, в этом дичайшем раунде очки набрали только Тайфунское доминирование и Пчелов, да и то только по полбала. Пчелову это особо не принесло никаких дивидендов, а доминирование вышло на третье место. Правда, отрывы между командами в этой плотной группе по-прежнему мизерные. Ну а имитатор Римофана добился юбилейного десятого поражения. Поздравим. И именно эта команда открывает одиннадцатый раунд. Здесь будет атака на растение в тылу, так что Брамбл может наконец-то принести очки команде, но не тут-то было. Сисадмин просто пролетел мимо куста и теперь перед ним только Брюква. Совершенно точно Брамбл будет понижен в тирлисте. Это растение вообще не может нормально использовать свою механику в условиях чемпионата. Тут должно быть жесткое понижение стоимости. Ночная шляпка пока тоже выступает на оценку «Если уж не ужасно, то она очень плохо точно». И раунд с анкилозавром только укрепляет эту оценку. Сисадмин пролетел сквозь гриб, как сделал это в случае с Брамблом. Вот вам и фаворит чемпионата. Зато Орешник сейчас радостно потирает свои щупальца, одним выстрелом которых сразу приносит фактически полпобеды команде. Может даже больше, ибо главная опасность, толчок анкилозавра, устранена. Появившийся пуф-гриб не позволил Сисадмину пролететь дальше второй клетки и теперь нужно лишь убить его самого. Но он чуть было не прикончил лозу. Благо гаджет не долетел до цели, а затем стремительный прорыв айтишника остудил снова Орешник. Это растение стало залогом трех набранных очков в этом раунде. Сила земли не имеет таких преимуществ, как печальные наркоманы, что приводит к мгновенной потере чертополоха. Зато эта команда имеет другие сильные стороны. Например, прочнейший щит спартанца, который удерживает зомби от прорыва. Ну и атака тут подстать, что позволяет надеяться на сохранение оставшихся двух растений. Ноутбук, кстати, на себя принял даже не щит спартанца, а вовремя подставившаяся индейка. В общем, тут действительно два балла идут в зачет. А вот для Пчелава плохие новости. У этой сборки сразу два растения на последней клетке и в этот раз такое построение сыграло с командой злую шутку. На лужайке после толчка ящера остался только Финик. Но, как вы понимаете, даже его одного достаточно для того, чтобы защитить косилку. Правда, в таком случае у нас снова повторение ситуации, когда все зомби и растения уничтожатся, а косилка останется на месте. То есть снова полбала. На очереди салат Арбузье. И тут Боингсета попыталась как-то избежать прилета сисадмина и оттолкнула зомби от булавы динозавра. Однако вместо облегчения получается наоборот усугубление ситуации. Ведь теперь прилетели сразу оба зомби. А тот факт, что гипно вышвырнули, делает раунд вовсе непроходимым. Это поражение. Наверное, кто-то сейчас уже снова готов к тому, что тайфунское доминирование возьмет полбала. А не тут-то было. Эта сборка устроена так, что ни одно растение не может быть выброшено. Более того, сисадмин вообще взорвался, при этом балл за мину не снят. А далее Левитатор без промедления ставит точку в раунде, сохранив все три балла для команды. Огромное разнообразие в выступлениях сегодня показывают сборки. Чем удивят подвальные отморозки? Начало у них так себе. Кактус вылетел с лужайки, но остальные два растения сопротивляются. Можно было бы понадеяться на супергорошину ледяного горохострела, и тогда были бы шансы на выживание двух оставшихся растений. Но команде не повезло в этот раз, и зомби сожрали горохострел. Без него у метательницы шансов уже не было. Тут полное поражение. На что надеяться нашей ауэшки? В принципе, только на голубику, ведь арбуза пульту сразу же отправляет в полет. Яблочная мортира по очереди осложняет жизнь дуэту зомбалей, а голубика уже запускает тучу. И эта туча уничтожила сразу обоих мертвяков. Вот только подлый сисадмин перед смертью швырнул свой ноутбук в саму голубику. Как же это досадно, ведь два балла были уже в кармане, но по итогу в зачет пойдет только один. Ну да ладно, хотя бы что-то. Последнее выступление в этом раунде показывает лидер турнира Магический Зев. Крокус оттолкнул конуса, но зомби все равно полетели, и ультамат не смог сжечь их в полете, при этом сам в него отправился. Два зомби принялись за дракона, быстро его сожрали, и теперь Крокус остался один. При этом анкилозавр нивелирует все его старания, снова посылая зомби вперед. Это поражение. Буксуют сегодня два лидера, что дает возможность тайфунскому доминированию подобраться к ним еще ближе и закрепить свое третье место. А вот дальше серьезные изменения. Печальные наркоманы и Сила Земли совершают небольшой камбэк и врываются в топ-5. Следом еще три преследователя. И окончательно в аутсайдеры записала себя команда бобнутая шедевр-шляпка. Имитатор же серьезно нацелился на 0 баллов за все 15 раундов. Последний третий на сегодня раунд пройдет на пляже, и он будет точно таким же, как в Лиге Чемпионов, а также он присутствовал в восьмом чемпионате. Вазой уже прибила Зева, а далее перемещенный Крокус ждет такая же печальная судьба. Остался один желтый ультамат, который вроде бы нацелен еще на сопротивление, но в любом случае магический Зев в сегодняшнем видео выступил нетипично плохо для себя. Это последний шанс набрать хотя бы один балл за все три раунда, но даже этого в итоге ультамату не удалось. Магический Зев полностью провалил сегодняшний соревновательный день. Но нам же лучше. Видимо, даже эта команда не гарантирует себе место в полуфинале перед последними тремя раундами. А ведь преследующую Магического Зева команду Гл... отделяет всего 3 балла. Пусть они сейчас теряют мортиру, но давайте посмотрим куда прилетит тучка. А прилетает она в лучшую из возможных целей. Катапульта уничтожена, подошедший мертвяк убит арбузом и остался только рыбак. Он к тому же самоликвидируется, но переигрывать я не буду, ибо Голубика совершенно точно успела бы выпустить вторую тучу до своего потопления. Это стопроцентные 2 балла. У подвальных отморозков дела пошли сегодня не очень, и команда даже вылетела из так называемой зеленой зоны прохода в полуфинал. Сейчас они продолжают терять баллы, и потеряно уже два из трех растений. Кактус остался один, но в воде по-прежнему и баллиста, и рыбак. А это не сулит ничего хорошего для колючего растения. Судя по всему, и в этом раунде отморозки не смогут набрать очки. Готовящаяся ваза в этом нас убеждает. Это поражение и отморозки очень сильно осложнили себе выход в полуфинал перед завершающим этапом. Тайфунское доминирование наоборот сегодня выступает уверенно, и даже на пляже я рассчитывал на набор ими очков. Но первый же запрос удочки рыбаком намекнул мне о поспешности моих выводов. Конечно, без боя сдаваться картошки не собирались. Хиллера вышвырнул левитатор, а легионера взорвала мина. Вот только катапульта имеет еще запас ваз, а рыбак по-прежнему притягивает растения. Но посмотрите, как упорно сражаются наши герои. Еще один римлянин улетел, при этом взрывалаза, взорвалась только сейчас, и еще один зомби устранен. И как же обидно, что осталась одна ваза. Она летит в левитатора, на котором я поставил крест, как вдруг он подбросил зомби за мгновение до того, как сам чуть было не подвергся уничтожению. При этом рыбак не может подцепить левитатора. Катапульта развалилась, и угрозу представляет только один легионер. Он подходит, кусает, снова левитатор атакует, и на этот раз выкидывает римлянина с пляжа окончательно. Какое же сражение получилось. Сколько всего пришлось тайфунскому доминированию пережить, чтобы остаться в бою. Но давайте теперь остудим эмоции и начнем разбираться. Сколько баллов дать этой команде? Зомби не осталось, но это только потому, что рыбак самоликвидировался. Левитатор его убить не мог, но и рыбак не мог потопить левитатора. Тут точно нельзя было давать полбала. Тут было что-то вроде ничьей, а это значит полтора балла минимум. А еще в пользу этого говорит то, что за мину не снимался балл. А это значит, что левитатор сейчас стоит полтора. То есть так и так фигурирует именно это количество очков. Я считаю, что это самый справедливый результат в данном бою. Но еще раз отмечу, как круто эта команда сражалась. Пока что в заочном противостоянии голубики и гипнокапусты безоговорочное преимущество у голубики. Сейчас у капусты есть шанс доказать, что она не лыком шита. Голубика, напомню, позволила взять в этом раунде своей команде 2 балла. А вот гипнокапуста уже лишилась обоих товарищей. Соответственно, опять не получится у этого растения выступить лучше своего электрического визави. Чувствую, это растение тоже ждет понижения в тирлисте. Ну а сейчас, несмотря на все попытки отбиться, очередная ваза должна закончить мучения в гипнокапусты. Да, салат арбузье ничего не смог противопоставить баллисте. Волей-неволей пчелов я тоже постоянно сравниваю с другой командой. Если гипно сравнивал с голубикой, то пчелов сравнивается с тайфунским доминированием. Обе команды за счет своей компактности увернулись от первой вазы. А вот дальше у них совершенно разные тактики. Финик взрывается как и мина, но помимо прочего его пламя, видимо, сожгло рыбака. То есть пчеландыш и лоза больше не сдвинутся с места, а это значит, что вазы больше не страшны для этой команды. Но это не исключает того факта, что растения могут быть уничтожены не вазами, а зомбарями, которые в них прилетают. Простые легенеры, конечно, будут легкой добычей пчел и лозы, но вот что делать, если к прилетевшему хилеру сейчас добавится кто-то попрочнее. И действительно на пляже появляется зомби в колпаке. Он хоть и не самый прочный, но с лечением от хилера его будет сложно убить. Хорошая новость в том, что ваз больше не будет, да и конус оголовый очень быстро потерял свой конус. Однако далее он получает лечение, но в этот момент уже самого хилера удалось сжечь. Ну, теперь это точно дело в шляпе. Пчелов заработал 2 балла. На очереди сила земли. У этой команды есть свой ответ римской баллисти. Индейка пульта точно так же, как и римская машина, может засылать десант прямо под нос к врагу. Индейки начинают кучковаться около машины, их никто там не может уничтожить. Вот только беда в том, что и растения почти полностью лишились своей обороноспособности. Забавно, но и зомби, и индейки одновременно расправляются со своими целями. Жаль, но для зомби это выгодная ситуация, а для индейок нет. Начинает свое выступление команда печальные наркоманы. Начинают с мгновенной атаки орешника по катапульте, но надо сказать, что это совершенно бесполезная атака. У катапульта гораздо больше прочности, чем может отнять орешник одним ударом. Ладно бы, если бы зомби не появлялись, то следующей атакой баллиста была бы развалена. Но свою следующую атаку орешник тратит уже на зомби. Соответственно, никакой пользы из этого не извлечено. А тем временем, два растения потеряны, да и третья тоже. И вот, наконец-то, ночная шляпка может с гордостью заявить, что все ее скиллы сейчас будут полезны. Во-первых, катапульта не может атаковать этот гриб. Во-вторых, рыбак не способен перебросить растения через ночную шляпку. А самой ее подять и вовсе не получится, ибо крючок пролетает сквозь нее. Ну и в-третьих, любой зомби, который проходит мимо шляпки, получает отравление, и какой бы бронированный он ни был, он все равно погибнет. Так что здесь может вмешаться только хиллер. Но его на пляже по-прежнему нет, а в это время метеоритный цветок, будучи в полной безопасности, не спеша расстреливает рыбака и катапульту. Последняя, между прочим, уже израсходовала весь свой арсенал и развалилась. Зомби, вышедшие из ее ваз, тоже далеко не продвинулись. Остался один рыбак, которому ничего не остается, кроме как самоликвидироваться. Но я хочу отметить, что если бы не это, то его без проблем закидал бы метеоритами цветок. Это железобетонная победа. Ну и завершать видео будет имитатор Римофана. Я уже даже начинаю болеть за то, чтобы эта команда не набрала ни одного очка. Это же была бы настоящая ачивка, которую вряд ли кто-либо когда-либо смог бы повторить. И надо сказать, на пляже у Римофана есть все шансы, чтобы продлить свою бесподобную, великолепную, умопомрачительную, безвыигрышную серию до 12 раундов подряд. Сейчас уже два растения уничтожены, а ваза у катапульты в запасе еще имеется. Кактус любезно пододвинутый рыбаком в зону попадания очередной керамической посудины, и мы рукоплещем всем каналам этому очередному элегантному поражению данной команды. Вот что называется настоящее мастерство и стабильность. Ну а теперь пришло время подвести итоги. После раунда на пляже изменения не такие уж и большие. Только лишь четырем командам удалось набрать очки. Пародия тройной угрозы вплотную приблизилась к Зеву, а тайфунское доминирование еще больше укрепило свое третье место. На четвертой вышла вторая компактная команда. Ну а шляпка запрыгнула в последний вагон плотной группы, которая все еще претендует на выход в полуфинал. Римофан же брутальнейшим образом идет на рекорд. В следующую субботу мы узнаем четыре, а может быть даже пять команд полуфиналистов. И я хочу вам сказать, что на путевке во второй круг все еще претендует девять команд. И если две первых почти гарантировали себе место в полуфинале, то вот за оставшиеся возможности будет очень жаркая борьба между семью командами. Так что интрига у нас не шуточная и пятое видео должно стать самым интересным и горячим во всем первом круге. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Кто хочет, тот ставит лайк, кто-то дизлайк, кто вообще ничего не ставит, а кто-то не понимает куда попал и что здесь происходит. В общем, увидимся в следующей дичи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok